Нет, я тебе скажу, что геноцида русского населения никогда не было в Чечне. Если бы был бы геноцид, то Россия бы сегодня только так бы этим щеголяла, если бы не были бы доказательства этого всего. Нет у них хотя доказательств и не было никакого геноцида. Я жил всю свою жизнь, я жил, у меня рядом жили русские люди. Я родился и вырос в Грозный, со мной рядом были русские люди. Моя няня была русская женщина. И куда бы я не переезжал по городу Грозный, где бы мы не покупали квартиры, а жили мы тогда всегда на окраинах, потому что чеченцам нельзя было жить в центре, если они не были работниками обкомов, райкомов. То есть изначально всегда было все время, с того момента, как мы были возвращены из ссылки, мы всегда находились в угнетенном положении на своей же родине. То есть мы не могли жить там, где мы хотели. Потому что из-за чего не могли? Из-за национальности наших. Чеченцы и ингуши не могли купить себе квартиру в Грозном, например, в центре или близко к центру где-нибудь, потому что они чеченцы и ингуши. Им это не давали делать из-за национальной дискриминации. Единственное освещение были те чеченцы, которые продались коммунизму, стали членами партии, были там в комах, райкомах, имели должности. А поэтому изначально всегда угнетались мы. Всегда. И мы, в том числе я и моя семья, мы тоже жили по окраинам Грозного. Мы никогда до времен нашей независимости не жили в центре. И вот всегда, даже на окраинах, когда мы жили с нами, всегда соседствовали русские люди. И потом, когда во время Ичкерии мы жили, они тоже соседствовали рядом с нами. И ни с какой, ни с одной семьей из них ничего не случилось. Правда, они уехали. Действительно, они все уезжали. И действительно, на период, ну, между двух войн и перед самой войной был бандитизм, были проблемы с этим. Но это не была государственная программа. И вы должны также понимать, что те, мы-то ладно еще как-то в Грозном, вот на окраинах, но жили, а было очень много людей, которые жили по селам, им вообще не давали. То есть даже жить на окраине Грозного, это тоже было привилегией. Для этого нужно было, ну, очень хорошо, знаешь, постараться, там, иметь какой-то доход. И те люди, которые жили по селам, они постоянно жили с таким, с такой сильной обидой за то, что их дискриминировали по национальной, на национальной почве. И вот, когда, конечно, эта ситуация спала, и во многом был, у людей был гнев, оправданный гнев, и многие люди, к сожалению, не в допустимых форматах его, ну, этот гнев как-то выливали, понимаешь? То есть они начинали мстить. И это был бандитизм, и он присутствовал. Но нет ни одной страны в этом мире, в которой нет бандитизма, в которой не происходит убийство или еще чего-то. И нигде это не оправдывается, везде с этим борется. Чечня просто на тот момент находилась на грани войны с Россией, постоянной агрессией. И нам, и мы, к сожалению, были больше заняты вот этой проблемой, нежели борьбой с бандитизмом. И с ним тоже боролись с бандитизмом, но не так хорошо. И виновные в этом были, опять-таки, виновным в этом было правительство России, потому что оно нам не давало это делать. Поэтому не нужно здесь усугублять. Геноцид — это когда приходят и по национальному признаку берут всех ранним утром 23 февраля, выгоняют на улице, колоннами гонят к железной дороге, забрасывают в товарные вагоны и отправляют в Сибирь и Среднюю Азию. Вот это геноцид, когда по дороге погибает огромное количество людей. Понимаешь, вот это геноцид. И когда они погибают, и никому нет дела до того, что они погибают, делают все возможное, чтобы они погибли, чтобы как можно меньше представителей этого народа осталось. Вот это геноцид. Понимаете? Вот это геноцид. А то, что были какие-то моменты, которые я осуждаю, и я против этих моментов, но это не геноцид. Не нужно преувеличивать. Так. Асалам алейкум, брат, я прошу тебя об одном, чтобы ты не говорил о личности, а именно о мусульманах, которые допускают решения. Не знаю, но ты по Кизляр упомянула, а вот по Сирии ничего не говоришь. Все правильно, алейкум асалам. Дело в том, что я не в Сирии живу, и я вообще сам не из Сирии. Я сам с Кавказа, поэтому я говорю о Чечне, о Кавказе, о России. Я не говорю о тех вещах, о которых я не знаю. И это, знаете, когда ты приходишь, например, в магазин продуктовый, и ты там не ищешь себе запаску на автомобиль, потому что ты пришел в продуктовый магазин. То же самое и здесь. Здесь вы не услышите ничего про Сирию, потому что я не знаю, что там происходит, я там никогда не был, и у меня нет связи ни с кем, кто там находится. Поэтому я о ней не говорю. Я говорю о Чечне, о Кавказе, о России. Ни о чем более. Поэтому не нужно здесь упоминать эти моменты. Итак, 407 зрителей у нас есть. Значит, можно отправлять вопросы в эфир. Как вы знаете, здесь есть ссылка внизу у меня на эту тему. Теперь, что я хотел сказать по поводу того видео про Кизляр, которое было сделано. Оно на самом деле не только про Кизляр, оно вообще про ряд таких вот преступлений, которые прокатились по миру за последние несколько лет. И в этом видео многие почему-то вообще неправильно поняли это видео. Но это неудивительно. Не почему-то, потому что эти люди, в принципе, у них нет знаний, у них нет разума, чтобы вдуматься в то, о чем говорят. В этом видео я не упоминал вообще о том, кто совершил это преступление. Я понятия не имею. Доверяю ли я версии российских правоохранителей? Нет, конечно. Конечно. Мы прекрасно знаем, как они работают. Мы знаем, что им нельзя доверять. Поэтому мы не знаем, что там произошло. Точнее, мы знаем, что там произошло, но не знаем, кто это сделал. И мы ничего не говорим по этому, что это сделал тот или этот. Мы ничего про это не знаем. Мы лишь говорим о том, что произошло. А произошло там преступление. Там было убито 5 невинных, ни в чем не повинных женщин. И я упомянул это преступление, а также я упомянул ряд других преступлений, которые прокатились по Европе, по Америке, в том числе и в России, когда на машинах давились ни в чем не повинные люди, женщины, дети, старики, когда это происходило в Европе, когда это происходило в Америке и в том числе и в России. Я не говорил о том, кто это сделал. Я не знаю, кто это сделал, но тот, кто это сделал, совершил преступление. И вот тут люди, это видео вообще было адресовано тем людям, которые считают, несмотря на то, что они меня упрекают, но сами они доверят в то, что они верят в версию российских следственных органов, что это совершили некие именно те люди, которых в этом обвиняют. И эти люди оправдывают этих людей, этих исполнителей якобы, и возводят их в ранг героев. Про них было это видео. Я им привел примеры того, как действовали действительно те люди, которые реально были героями, которые вошли в историю как герои. Я рассказал им об этом и показал им пример того, что не может быть геройством убийства женщин, детей и стариков. Это не то, что не геройство, это омерзительное преступление. Я надеюсь, что многие все-таки поняли посыл, о чем я говорил. Тех же, которые не поняли, они разделяются на две группы. Те люди, которые оправдывают это преступление и возводят того человека, кто это сделал в ранг героя. Это не я говорю, что он сделал, а те люди, которые его возводят, читают, что он это сделал. Эти люди делятся на две категории. Либо это работники российских спецслужб, которые специально выявляют группы, оправдывающие эти преступления и находящиеся на таком мнении. Либо это те люди, которые реально это оправдывают из-за отсутствия у себя знаний, из-за своих пагубных убеждений. И в данном случае одни являются работниками такими полноценными, а вторые, не зная, что они творят, работают на них тоже. Но они не прямые работники, а делают то, что выгодно им спецслужбам. И вот эти две группы, точнее одна группа, которая делится на два вида, они все работают в данном случае против ислама и против мусульман. И эти люди являются социально опасными. Они опасны для вообще для всего человечества нормального, такие люди. И вы можете спросить, а зачем нужны работникам российских спецслужб, зачем нужны эти люди? Почему они над ними работают? Что они хотят от них? Неужели они хотят их найти и посадить, обезвредить? Нет, не для этого. Эти люди нужны как раз для того, чтобы в нужное, удобное время для этих же спецслужб исполнять вот такие вот преступления. Лишь для этого нужны эти люди. И они будут это делать, где-то зная, для кого они это делают, где-то слепо, не понимая, для чего они это делают, но они будут это делать. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok